Ну что ж ребятки, я вас всех приветствую, на прошлом ролике про дальнобойщики вы набрали хороший активчик, за это вам огромное спасибо и давайте теперь сделаем так, если вы действительно хотите видеть эту рубрику на канале, то набирайте 150 лайков и выходит сразу же будет дальнобойщика. Поэтому давайте будем делать именно таким образом. Ну и конечно же ребятки, не забывайте подписываться на канал, давайте уже сделаем там 25 тысяч подписчиков, буду вам очень сильно благодарен. Также ребятки, не забывайте то, что играю на проекте Мазин Холиплей на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а при старте игры вам конечно же поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Ну а я ребятки могу вам пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, серия сегодня у нас будет довольно таки необычной, потому что помимо обычных грузов, мы будем еще возить нелегальные грузы нам в семью. Получается у нас мятной пудры вообще нету, поэтому нам ее желательно привезти, все остальное у нас как бы есть. Итак, что нам нужно сделать первым делом, нам нужно найти барыгу, барыга Серега, давайте его посмотрим где он находится, и сейчас он находится получается в Корякино. То есть я сейчас сам закажу то что нам надо и сам отвезу, почему бы и нет как бы, так я думаю будет и выгодней, потому что если кто-то будет другой везти, он получит деньги, а так если буду я везти, я получу эти деньги. Я конечно не особо люблю это делать, я считаю то что лучше бы они сделали как с ограблениями, чтобы каждые три часа появлялись какие-то нелегальные грузы, их нужно было ловить. Так было бы намного интересней, а то что ты можешь сам заказать и сам привезти, я считаю это полный бред, так не интересно. Сделали хотя бы чтобы именно люди из этой формы, которые заказали, чтобы они не могли это сделать, чтобы они не могли привезти, чтобы у людей была возможность заработать, понимаете. Так вот наш барыга, я уже забыл как заказывать на самом деле. Так создать контракт, мой контракт и текущий контракт, история заказов. Серьезно 1200, блять я думал то что это будет повыгодней. Ладно давайте одну хотя бы ходку привезем, так поиск, я заработаю 380 тысяч. Блин я пока ехал немножко подумал, все таки понял то что это не особо выгодно, поэтому если после ПД курс не будет нормальный, скорее всего я это возить не буду, потому что отдавать 1 миллион за 1200 грамм, ну это реально очень дорого. То есть я думал то что это не дорого, но я все таки и так подумал то что, блять это дорого. Все теперь мы получается его цепляем и отвозим нам на фуму. Блять как разгрузиться я забыл, как работать дальнобойщиком, сдать груз. Блять додумался до конец то, просто я давно этим не занимался. Все ребятки, короче, вот такие вот дела я привез, 1200 единиц, за это еще ваучер чуть дают и заработал я за этот заказ 380 тысяч рублей. Ладно ребятки, пока мы ждем, как бы ПД у нас через 3 минутки, нам нужно поехать починить Рено Т. Не буду в Арзамас ехать, в Арзамас если что моя стоушка, можете приезжать. Поеду к Максиму починю, у Максима если что и стоу на нашане, поэтому можете приезжать либо ко мне, либо к Максиму. Так, где у нас тут капитальный ремонт, да 35 тысяч, блять почему бы нет, вот за это я люблю Рено Т, то что цены как бы вообще очень низкие, то есть ее обслуживать прям очень удобно и комфортно. Сейчас заправимся, чтобы не ехать на заправку и сразу можно будет потом поехать либо к барыге, либо уже возить обычные контракты. А как он блять меняется, вот 750 как и было так и осталось, то есть ничего не изменилось вообще. Как бы у нас сейчас есть, есть мятная пудра блять, тоже кто хочет хай покупает и возит. И теперь можем со спокойной душой ехать, работать, зарабатывать бабосики. Вот блять сразу выехал только штрафы оплатил, уже штраф получил. Сейчас поработаем бабосики, немножко позаработаем, скилл прокачаем. Попаду кстати скилла, давайте посмотрим, сколько мне до 116 осталось, 587 рейсов из 800. Все, полетели как бы. Груз взяли, взяли, 110 скилл, красиво все, четенько, поэтому едем и зарабатываем бабосик. Ой блять, фу, вот это блять штурмануло меня, фу. Блять, так всех лучших, чуть нос так разорвало блять. Вот это блять жестко. О, два раза поряд прям. Давай газеру в пол и полетел блять. Конечно честер, но ты уже как-то знаете, я уже привык, но не хватает блять, не хватает сука вот этого подрыва, как у маглума с нитро. Уже конечно хочется фуру другую, пацаны. Желательно конечно маглум, хотя бы, не знаю там, ну хотя бы первый чип нитро, хотя бы. Но желательно третий чип нитро, но газон уже потом в далеком будущем. Ла-бу-ди, пла-бу-дай, тара-та-ра-та-тай-рай, тара-та-та-ра-тай-рай. Сейчас как бы утро, то есть людей как бы не особо много, ну то есть дальнобойчика не особо много, поэтому поработать, я думаю, можно спокойно и рейсы в принципе нормальные будут. Потому что иногда на склад, я еду на лесорубы. У кого такая же темка, пацаны, плюсик в комментарии. Я думаю, я не один такой, когда реально там у тебя рейс на склад, но ты как какого-то хрена по привычке заезжаешь именно на лесорубы. У меня вообще даже тачки с аудио деду, прикиньте, вообще, ну, даже у музыкального центра деду, не то что, а, тачки с аудио. То есть я даже не могу музыку загрузить. Так, склад, опа, 98-й, все, чеки-бомбони, все красиво. Тисто на бомбосик работаем. Да, конечно, я за серию, я думаю, немного заработаю. Кстати, ребятки, кому было интересно, на этот момент, когда я записываю видео, я остался должен за стошечку ровно 100 миллионов. То есть соточку я даю, и все, бобочек я уже буду копить именно на себя, именно себе, на магнум там, на дамурку еще забрать, M5F90. То есть мне осталось отдать ровно 100 миллионов. Да, конечно, это немалая сумма, но изначально была сумма 470 миллионов. То есть за месяц 100 лямчиков может заработать. Если там в день, допустим, даже работать до лябочком, и за день зарабатывать, допустим, 3 миллиона. Если стабильно каждый день работать, зарабатывать 3 миллиона, в принципе, это не так уж и много, это поработать, ну, часа 4. То есть 4 часа поработал, 3 ляма уже у тебя есть. То есть 10 дней 30 миллионов. То есть месяц это 90 миллионов. Просто видите, у меня там проблемы постоянно со светом, и мне на самом деле работать очень сложно. Потому что когда свет включают, я либо стримлю, либо снимаю, понимаете? Блядь, так цены упали, пиздец, на эти скины, блядь, после ивента. То есть когда только цен добавили, скины там стоили по 15, по 10 лямов. И кх-четверки 23 миллиона, ебать его рот. 66 регион. Блядь, вот хуёво, когда бабок нету, я бы их забрал, реально. Я бы забрал эти номера. Ну, нема грошей, ну, нема, блядь. Хотя я особо на номера не дрочу, то есть мне как-то уже всё равно. Что есть номера, что нет, у меня вон, у меня только на М5 его номера стоят. Наверное, на Та нету номеров, на Роузе нету номеров. То есть я особо по ним не балдею. Раньше, да, когда были одни всего лишь номера, то есть да, я балдел. А сейчас, как бы, они особо не ценятся, то есть... Раньше целость была в том, что ты выделялся, то есть у тебя там номера, ебать пиздатые, туда-сюда. Как бы сейчас много номеров разных стран, поэтому... Но особо ты выделяться не будешь. То есть, ну, если у тебя номера есть, ну, какая разница? А так, раньше были всего лишь один номер, один регион, ну и была реально в этом какая-то ценность, был какой-то смысл. Сейчас я в этом ценности не вижу, то есть мне реально все равно. Честно лень, вот лень большие рейсы возить, все-таки я уже к нему привык, но ты, я хочу уже чуть-чуть побыстрее. Все равно, в любом случае, это самая дешевая, лучшая машина для работы, поэтому у меня по факту выбора нет. Многие мне там говорили, да купи ты газон, будешь работать на газоне, но он вялый, блядь, что не знаю, что реально. Но он очень вялый, типа, я не могу на нем работать, был бы он хотя бы с нитром, может быть, я еще бы подумал. И то даже с нитром на первом чемпион тоже вялый. Не, ну внешне, блядь, честно, оно такое себе, раньше я вообще считал, что это уеба конкретный прям, но сейчас я покатался, ну, ну более-менее что-то в нем есть, но все равно, для меня магнум, это прям икона стиля для тягача. Вот магнум, он прям очень красивый, такой квадратный, блядь, как елик реально, прям, он походил туда, куда и я, мне это не нравится. Вот так вот, папочки просто, блядь, папочки нахуй. Я у него что-то, блядь, походу, спиздил, блядь, что здесь, так. Вообще, я думаю, ебаный, сука, ишак какой-то, да, на белом, на белом раноте. Бать, надо еще горло запшикать, я же ебаный рот болею, блядь. Ух, блядь, шальная императрица, блядь, фу. Вот это жестоко, конечно. Блядь, я еще трошечки болею, ребятки, поэтому реально горлышко болит. Сложно разговаривать четко, громко, сексуально, поэтому извиняюсь. Ну давай погоняемся, блядь. Не, ну блядь, в поворот тебя вообще никто учил вписываться, блядь. Взял меня, подрезал, блядь, блядь, ебать, лагать реально у него очень страшно. Такой цвет еще у него ядовитый просто, ядовитый, такой синий, блядь. Как он вообще работает, у него сейчас ком зарит, мне кажется. Там тоже лезь взяли. Ну ладно, не буду педиком, не буду через забор брать. На своем магнуме аудиосистема, неончик, ебать. Блядь, тоже хочу магнум на самом деле. Пиздец, дожился, блядь, был и газон, и магнум, и на аудио, и что там только не было, блядь. И теперь на этой залупе работаю. Ну ладно, как бы, то такое. Главное, что я стошечка есть в кармане. Упадься, ебать, упадься, ебать. Еще и получил премию за рейс. Это вообще нормально. То есть 34 тысячи заплатили, более-менее нормально. Да мы даже магнум это обогнали. Вот это я, блядь, скорострел просто, блядь. Ракета, блядь, ракета, блядь. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Знаете, что я понял? То, что мы работаем уже, ну, почти час. И я заработал вообще ничего. То есть я заработал где-то 300 тысяч за это время. Опа, тоже премию дали. Та ты что? Ой-ой-ой. И что, мне на базу ехать с первого скилла? О-о-о, щит, маза, фака. Придется, да, походу, ехать. Блядь, тут тоже рейсов нету. Ёб твою мать. Так, карьер. О, лыдка есть, 60-ый скилл. Все, мое. Полетели быстрее, пока не спиздили, блядь. А то тут только дай, блядь. Рейсы пиздят только так. Время как бы идет, люди уже заходят. Видите, дальнобойчика уже стала побольше. Аммуниция не подобается. Я хочу работать и сам. Чтоб я миг взят и любые рейсы. Ну, реально, что-то по бабкам у меня вообще не такое себе. Где деньги, блядь, любовский? По кэшу прям вообще не густо. Поэтому нужно будет заняться этим вопросиком. То есть, мне даже само интересно, сколько, как бы, ну, сотый скилл зарабатывает, наверное, на Т за час. Ну, надо будет хотя бы для себя проверить. Может быть, не для видоса, хотя бы просто для себя. Короче, ребятки, я тут покатался, подумал, что нужно поменять стиль. Потому что, ну, мне надоело немножко. Давайте хотя бы добавим немножко разнообразия. Потому что вот эти диски как-то сильно выделяются. Я не знаю, может его чёрный сделать вообще. Сейчас, короче, будем играться с цветом. То есть, хочу его сделать каким-то максимально прикольным, необычным. Да и, в принципе, просто, чтобы было разнообразие. Потому что в таком облике он меня трошки позаебал. Поэтому давайте его перекрасим. Я думаю, какой-то такой, знаете, тёмно-вечнёвый может быть сделать. То есть, немножко мы его преобразили. То есть, диски, кстати, реально пиздато смотрятся. Не, ребятки, я считаю, получился дикий стиль просто. Мне он прям очень сильно нравится. Цвет такой необычный, дисочки стоят. Поэтому я полностью доволен. Папара-папара-пам-папара-папара-папам-пам-пам. Пам-пам-папара-папара-пам-пам-пам. Не, ебать, реально стилёчек жёсткий, пацаны. Жёсткий стиль. Там, ребята, контейнеры открывают, блядь. Быстрее. Я хочу посмотреть, бля, ёбаный рот, бля, опа, ты мне пиццу привёз, бля, тапку в полы, гер-гер-гер, ебать, полетел, бля, баба к ним, я бы тоже в канты бы залетел, конечно, бля, как это катану положился, кстати, бля, чуть издох, нахуй, вызывайте скорую, бля, я сдохну, ах, это моя машина, бля, бля, блядь, Ебаю, тачку спизил, у меня спизил, ебать, анатима, токио, ханемина, покину, анатима, хе-хе-хе, давай, давай, кто кого воду скидит, вот это я уебался, ай, блядь, всё, ебать, у него машина в пескинах, о, да я уебать, а, помогите, помогите, блядь, я засмотрелся, так нечестно, я гонщик страшный, опа, ебать, опа, ебать, блядь, мудила, нахуй, ебать, ебать, улетел, нахуй, ебало, что ты туда улетел, в воду, давай его прицеп с пищевой, блядь, застрял, наебать, слабый, во фк уходит, блядь, сука, он догадался, нахуй, я хотел прицеп с пиздить, так нечестно, нахуй ты этот огурец купил, блядь, я не купила с контовым, аа, сочувствую, анатима, токио, ханемина, токио, но кто не понял, это просто из форсажа, типа песни там, не, ну реально стиль есть, ебать, стиль вообще такой, ебейший, да ты шо, ой-ой-ой